Народные гуляния Важным событием стало принятие нового названия страны – Российская Федерация. Также именно 12 июня страна обрела первого всенародно избранного президента. Этот день традиционно стал выходным. Отмечать праздник во всех городах старается с размахом и национальным колоритом. Поздравления с Днем России сегодня приходят со всего мира и даже из космоса. Дорогие друзья, 12 июня мы все отмечаем один из самых главных государственных праздников, объединяющих всех нас в единую нацию, придающих всем чувство гордости и ответственности за нашу Родину – это День России. Мы все знаем, что наша ракетно-космическая промышленность – неотъемлемая часть России, ее прошлого, настоящего и будущего. Благодаря труду миллионов ученых, рабочих, энтузиастов Россия сегодня считается одной из мощнейших космических держав. Поэтому сегодня мы гордимся нашей историей, делами наших великих предшественников, обладаем научным и техническим потенциалом, который был накоплен за предыдущее, во многом непростые десятилетия. Сейчас мы готовы к новым научным и техническим прорывам во всех направлениях. В этот день я хочу пожелать вам неизменного чувства гордости за нашу страну, крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины. Поздравил страну космонавт Олег Артемьев. Самые масштабные мероприятия пройдут 12 июня в Москве. В столице запланировано более 100 спортивных акций, кинопоказов, театральных фестивалей, точка центра массовых гуляний станет Площадь Революции, а также крупные парки. Например, в парке Победы с утра начнется фестиваль русского гостеприимства Самоварфест. Его откроет флешмоб, в ходе которого участники и гости вместе исполнят гимн России. Царицына ожидается настоящий бал под открытым небом. Главный концерт традиционно пройдет на Красной площади, он начнется в 19 часов, а в 22 часа, как всегда, жители и гости столицы увидят праздничный салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин